Девушки отдыхают Этот футбольный клуб – семикратный чемпион Азербайджана и шестикратный обладатель Кубка страны. Помимо этих титулов, множество достойных матчей за плечами и непростой истории, эта футбольная команда – первая в истории азербайджанского футбола, которая прошла в групповой этап Лиги чемпионов. Сегодня мы поговорим о футбольном клубе «Карабах», представляющем город Агдам. Итак, история клуба начинается в 1951 году, когда сразу же по завершению строительства стадиона в городе Агдам команда начала функционировать как футбольный клуб. Тогда она называлась «Мехсул», что переводится с азербайджанского языка как «урожай». Сменив несколько тренерских составов, названий, клуб проделал огромный спортивный путь, где были и подъемы, и сложные периоды. Тяжелыми временами для клуба стал 1993 год. Тогда, 23 июля, армянские вооруженные силы оккупировали Агдам. А годом ранее некогда тренировавший команду тренер Аллахвердебагиров погиб в машине, подорвавшейся на вражеской мине. Впоследствии ему было присвоено звание национального героя Азербайджана. Посмертно. Начало Нагорно-Карабахской войны стало причиной переноса матчей в Баку. Тяжелая ситуация в стране сказалась и на футбольном клубе. Команда показывала низкие результаты, а из-за финансовых проблем ведущие игроки Карабаха стали покидать клуб. Но в 2001 году, благодаря меценатам, проблемы клуба нашли свое решение. В 2004 году у клуба появился свой герб, на котором изображены карабахские скакуны. Смены тренерского состава положительно сказывались на отдельные периоды футбольного клуба. Так, в 2005-2006 годах команда получает путевку в Кубок УЕФА. С 2009 года Карабах уже регулярно, исключая 2012 год, выступает в Лиге Европы УЕФА. Это заслуга главного тренера команды Гурбана Гурбанова, подопечными которого акдамцы являются с 2008 года. А с 2014 года команда уже выходит в групповой раунд Лиги Европы. Исключением стал триумфальный 2017 год, когда Карабах становится первым азербайджанским клубом, вышедшим в групповой этап Лиги чемпионов. С сентября 2015 года стадион Азерсун-Арена, расположенный в Сураханинском районе города Баку, вместимость которого составляет 5800 зрителей, является базой клуба. Домашние матчи акдамцы, или как еще их называют скакуны, проводят также на стадионе имени Тофика Бахрамовой и на Олимпийском стадионе. На данный момент за Карабах играют как местные звезды, так и множество легионеров. Я в Азербайджане с 2014 года. Чувствую себя здесь очень комфортно. В стиле игры команды подходит мне. Отрадно, что Карабах начал играть в Еврокубках. Мы знаем, что Карабах значит для каждого азербайджанца. И для каждого игрока в команде это большая ответственность. Поэтому всегда, когда мы добиваемся хорошего результата, это для нас огромная радость. На нас лежит большая ответственность, чтобы через футбол показать Европе и всему миру, что Карабах – это азербайджанская земля. И для каждого азербайджанца Карабах значит многое. И я думаю, что наши болельщики, когда мы играем, тоже показывают это всему миру. Что касается жизни в Азербайджане, то я скажу так. Это команда, за которую я играю дольше, чем за какую-либо другую свою жизнь. Очень радует наше достижение. И если меня кто-то спросит, проезжать в Баку или нет, то я не задумываюсь, скажу «Да, Баку – прекрасный город». Мы с женой здесь очень счастливы. Я в Баку с 2012 года. Мы с семьей здесь очень счастливы. У вас есть все. Хорошие школы, хорошая атмосфера, хорошие люди. Качественная база, стадионы, отличные возможности для тренировок. Азербайджан для меня как родина. И каждый раз, когда я играю, да не только я, но и все игроки команды, мы делаем это от всего сердца, от всей души. Мы всегда стремимся к победе. Карабах – это больше, чем футбольный клуб. Это символ настойчивости и решимости азербайджанского народа. Государственная программа развития футбола, разработанная под личным контролем президента Азербайджана Ивана Алиева, дает свои плоды. Уверен, что непростые времена короля спорта в Азербайджане позади. И в будущем нас ждут. Только новые победы и яркие рубежи. Уникальную архитектуру Баку можно назвать завораживающим контрастом чарующей древности и полетом фантазии новизны. Поражает и то, как Баку в архитектурном плане стремительно растет ввысь. Приглашаю вас в путешествие по прекрасной столице страны Огней на этом замечательном двухэтажном туристическом автобусе, который дарит нам потрясающую возможность любоваться всей этой красотой, с комфортом и с ветерком. Поехали! Маршрут, который занимает приблизительно 90 минут, начинается с площади Азадлых. Здесь, возле торгового центра «Парк-Бульвар», находится начальная остановка автобуса. Отправиться на экскурсию можно с 10 утра. Даблдекеры курсируют по маршруту, совершая 16 остановок рядом с культовыми местами и историческими объектами до 19.00. Интересная особенность этой экскурсии заключается в системе «Хоп-Он-Хоп-Офф». Это значит, что при желании вы можете выйти на одну из остановок и затем продолжить свой путь уже на следующем рейсе. Приятно же растягивать удовольствие. Билеты, кстати, действительно в течение 24 часов. Благодаря этой системе каждый желающий имеет возможность провести подольше времени у любой достопримечательности и получше разглядеть все со всех ракурсов. Сделать фотографии на память или просто пройтись, размяться, сделать какие-нибудь покупки и затем опять в путь на этом удивительном двухэтажном автобусе. Но это не единственное удобство. Мы создали систему QR-код, где каждый турист на остановке могут через свой телефон сканировать этот QR-код и посмотреть, на какой остановке сейчас находится автобус, чтобы не терять свое время, достаточно гулять. И потом уже, когда увидишь, что автобус подошел к этой остановке, сесть и продолжить свой тур дальше. В этом комфортабельном дабл-декере продумана каждая мелочь. К примеру, на его первом ярусе существуют места для людей с ограниченными возможностями. Но и это еще не все. Если вы обратили внимание, экскурсовода здесь нет. Но, друзья, 21-й век. Комфорт и удобство. Каждому пассажиру выдают одноразовые наушники. Подключаем их к этому порталу, выбираем один из восьми языков и наслаждаемся путешествием. Потрясающе! Аудио-тур на азербайджанском, русском, английском, немецком, испанском, французском, арабском и японском языках включает в себя много интересных фактов из истории Баку. Работает он автоматически и воспроизводится синхронно с проезжаемыми достопримечательностями. Друзья, перечислять все 16 остановок и рассказывать о каждой, думаю, будет нецелесообразно. Лучше самому все увидеть. Но давайте узнаем у наших дорогих гостей столицы и местных жителей их мнение о Баку и об этом туре. Комфортно, безусловно, все видно. Очень хорошо продумано общение с людьми разноговорящими. И мне кажется, что он необходим для такого основательного первого знакомства. Чтобы потом уже точечно смотреть все, конечно, нужен вот такой тур, когда можно проехать, посмотреть по всем местам, выбрать что-то для себя очень близкое, дорогое. И уже потом раскрывать каждый уголок Баку для себя основательно и глубоко. Я сегодня впервые воспользовалась этим туристическим автобусом. Замечательные впечатления, очень комфортно, информативно, аудиогид вовремя включается и интересно рассказывает. Увлекательно как для гостей столицы, так и для меня. Город прекрасный, и этот автобус – замечательный способ увидеть красоты Баку. Вы впервые в Баку? Да, я впервые в Баку. Город поистине завораживающий. Люди очень дружелюбные. Все замечательно. А что вы думаете об азербайджанской кухне? Она удивительна. Все очень вкусно. Это мой первый день, и все, что я успела увидеть, попробовать, вызывает мне восторг. Добро пожаловать в Баку. Это мой первый день в Баку. Да, первый день. И это было прекрасно. Сегодня мой первый день в Баку. С утра я уже успел немного прокатиться по городу. Он чудесный. Люди очень гостеприимные. Отличная кухня. А сейчас вот получаю удовольствие от этого тура. Я никогда не был на Кавказе, и Баку превзошел все мои ожидания. Замечательная архитектура, очень чистый и притягательный город. Прекрасный бульвар. Я обязательно вернусь сюда еще раз. Конечно же, 90 минут недостаточно, чтобы полностью познать этот прекрасный город, его различные интереснейшие исторические периоды, которые оставили здесь свои следы, и достопримечательности. Но понять общую картину возможно. Потрясающая поездка. Уникальная возможность за полтора часа увидеть, как в Баку современность переплетается с древностью, как восток встречается с западом, как реализуются невероятные архитектурные идеи. Рекомендую как туристам, так и местным жителям. Эмоции в море. Это Азербайджан. Традиционную азербайджанскую музыку можно назвать результатом мгновенного исторического процесса формирования и развития своеобразных глубоко реалистических традиций. Национальное музыкальное творчество развивалось поэтапно на протяжении долгих веков. Первые сведения о музыке были получены во время проведения археологических исследований в таких исторических памятниках, как Гобустан, что близ Баку, и Гямигая, недалеко от Ордубада. На скальной рисунке петроглифы рассказывают о самых разных сторонах жизни человека в этих местах. В том числе о проявлении интереса к созданию неких своеобразных музыкальных инструментов. Например, камень Гавалдаш в Гобустане, извлекающий звуки различных тональностей. Но вернемся к современности. Как говорит народный артист Азербайджана, ректор Национальной консерватории Сяву Шкереми, сегодня музыкальная культура страны развивается весьма быстрыми темпами. Забота и внимание азербайджанского государства к вопросам развития этого вида искусства проявили себя и в создании новых музыкальных учебных заведений. Говоря о национальной музыке сегодня, о его развитии, огромная помощь государству, огромная помощь, можно сказать, что во всех сферах обеспечения. Вот построение этого здания, инструментов. Конечно, большая помощь в пропаганде, конечно, огромная помощь в фонду Гидроливы. Это все хорошие показатели для того, чтобы здесь наши студенты получали очень хорошее образование. Но, к сожалению, были и отрицательные факторы в развитии музыкальной культуры Азербайджана. Так, в советское время мы не могли настолько же ярко представлять за рубежом свою национальную музыку, как это происходит сейчас. За 20 лет сделано очень-очень-очень много. Мы были сейчас в Самарканде, я недавно туда приехал. И это очень был такой очень важный, так сказать, знаменитый фестиваль, под названием «Восточная музыка», «Шахта Рана Ряй», который проводят в 12-й раз через каждые 2 года, уже более 20 лет, это проводится знаменитый фестиваль. И, как правило, опять-таки, наши ребята все время занимают там очень высокие места. После обретения Азербайджаном независимости, благодаря политике, проводимой общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, а затем президентом страны Ильхамом Алиевым, а также благодаря деятельности фонда Гейдара Алиева, музыкальное искусство не только стремительно развивается, но широко и правильно пропагандируется. Планов, намерений очень много. Мы имеем связи с очень многими консерваториями других стран, и европейских, и азиатских. Вот и надеемся в этом сотрудничестве, конечно, проявить более интересные проекты. Будем стараться высоко поднимать флаг и знамя азербайджанской музыки, азербайджанской культуры. Проведение международного фестиваля «Мугама», «Мир Мугама», конкурсов, концертов, симпозиумов, издания альбома «Карабахские ХННД», журнала «Мугам», энциклопедии «Мугама», основанного на современных технологиях мультимедийного сборника «Азербайджанский Мугам» – все это наглядное свидетельство внимания к этой сфере фонда Гейдара Алиева и фонда азербайджанской культуры. Традиционно в Азербайджане День национальной музыки отмечается 18 сентября. Праздник учрежден в день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Юзеире Гаджибейли. Юзеир Гаджибейли был первым, кто создал на Ближнем Востоке национальный музыкальный театр. Он был автором первых комедий, произведений для оркестра народных инструментов, а также первой азербайджанской классической оперы «Шедевра Керолло» и многих других произведений. Одним словом, сегодня в Азербайджане существует богатейшая школа музыкального искусства, благодаря которой свой талант будут раскрывать все новые и новые музыканты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok